Пушистые красавицы создают настроение прохожим и так и просятся домой в заботливые руки. Хвойные деревья уже начали продаваться на елочных базарах города, а также на розничных рынках, ярмарках выходного дня и на территории, прилегающей к торговым центрам. Несмотря на огромный выбор искусственных деревьев, которые бывают разных цветов, уже наряженные и со светящимися иголками, рязанцы не перестают ценить атмосферу, которую может создать именно живая ель или сосна. Запах приятный из-за этого. А пластмасс есть пластмасс, а это живой есть живой. Запах с разного года чуется. Ставим сейчас, как разбогатели, в одной комнате, в другой комнате, чтобы кровот поводить. Как-то дочка больше склоняется. Ей очень нравится. Она мне говорит, мне только живую елочку. Ей очень нравятся живые елки. Не знаю, у нас сейчас еще и маленький, и чтобы запах был вот этого леса. Такая-такая. Есть и маленький, и есть, и побольше есть. Все с разным действием живой обязательно. Живой обязательно. В канун Нового года невозможно остаться равнодушным к витающему в воздухе волшебству. Приятные воспоминания и хвойный запах положительно влияют на нервную систему, снимают напряжение и нервозность. Эфирные масла, которые выделяются в воздух, с древних времен используются для профилактики респираторных заболеваний и дезинфекции. А некоторые виды сосны даже способны убивать туберкулезную палочку. Сейчас на елочных базарах большой выбор деревьев. Ажиотаж начнется лишь 25-26 декабря. При этом цены очень разные. Дешевле всего обойдутся елочки около одного метра высотой. Они стоят 200-500 рублей. Самая дорогая будет стоить более 3,5 тысяч рублей. Цена зависит от высоты и пышности дерева. Потому что она, видите, пушистая. Она цена уже идет полторы тысячи. На ночь дома разложится. Ее дома если поставить, она будет еще поширее. И там у тебя просто мороз на улице. И она и получается так. А так она будет разложенная, пушистая, красивая. И не будет видно ствола. А если вот она есть маленькая, видите, у нее два этих. Она идет 700-800 рублей. Из-за того, что она не пушистая, и вот весь голый ствол. К сожалению, в отличие от искусственного собрата, живое дерево будет радовать недолго. До февраля, до марта. Как вы думаете? Стензер. Елка стоит месяц полтора. А сосна 20 дней, не больше. Однако народная мудрость уже изобрела рецепты долголетия, которые передаются из поколения в поколение. Поставить ее в ведерко с песочком. Она простоит. Все пишут в интернете, надо добавлять сахар и лимонную кислоту. Ну, не знаю. Попробуем в этом году, посмотрим, что получится. Также для продления свежести дерево нужно сбрызгивать водой. А после того, как иголки все же осыпятся, их можно засушить и заваривать чай для профилактики простуды. Или использовать настой для придания волосам гладкости. Таким образом, хвойная красавица будет радовать вас и ваших близких, сохраняя ощущение волшебства все новогодние праздники. А также принесет немало пользы для здоровья.